Дерзкое ограбление с неожиданными мотивами. В суммах неизвестный грабитель обчистил отделение Абанка. Утром молодой человек в маске и с пистолетом в руках ворвался в помещение и потребовал отдать ему все деньги. При этом по неофициальной информации злоумышленник заковал работников в наручники. Только получив наличные, мужчина скрылся с места преступления. Так же стремительно, как и появился. Дежурному охранной фирмы оставалось только сообщить об ограблении в милицию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Разбой» и бросили на поиски преступника весь личный состав области. В суммах объявили план «Сирена», подключили и общественность. На вид разыскиваемому. 25-30 лет он был одет в черные брюки, белую футболку и синюю кофту, типа ветровка на молнии. Милиция обращается ко всем гражданам, которые владеют какой-либо информацией, которая поможет следствию сообщить в ближайший вам отдел милиции. Анонимность гарантируем. Какую именно сумму забрал с собой молочек, в милиции пока не озвучивают. Неизвестно, также пострадал ли кто-то во время ограбления. В то же время свидетели рассказывают, грабитель якобы успел объяснить, зачем пошел на преступление. Мол, деньги нужны, чтобы выкупить брата из плена террористов в зоне АТО. Так это или нет, точно сможет ответить только сам преступник. Но если информация о вероятной причине ограбления подтвердится, это уже вопрос к государству. В последние месяцы процесс обмена пленными на Донбассе почти полностью остановился. Власть будто забыла о сотнях людей в казематах незаконных вооруженных формирований. Но не забыли родные и друзья, которые готовы на все ради спасения близкого человека. И если для освобождения родственников они вынуждены с оружием в руках идти на преступление, угрожая жизни мирных украинцев, это тревожный звоночек для всего украинского общества. Субтитры создавал DimaTorzok